Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я недаром держу сейчас в руках телефон и хотела бы с вами поделиться, дорогие мои девушки, именно девушки, женщины, и сказать вам, что сейчас очень много аферистов, которые ищут на сайте молодых девушек, ну и не очень молодых женщин, дурочек, которые, в общем-то, устали от одиночества, ищут любви и хотят быть любимыми и желанными. Вот смотрите, какие интересные сообщения. Тут пишут вот такие вот женихи, так называемые, в кавычках. Приходят мне смски, ну, кстати, они приходят постоянно, периодически от разных людей, фотографии стоят липовые, значит, пишут. Что тут они пишут? Что пишут? Что ж они пишут? Ага, привет! Очень надеюсь, что ты хорош. Ты сказал, что хочешь узнать больше о Дереке. Я из Алабмы в Соединенных Штатах Америки. Я работаю с американскими военными, но в настоящее время в Афганистане, где ведущие американские войска в миссии по поддержанию мира нации Афганистан. Мне столько-то лет, я преданный католик, я потерял свою жену 4 года назад, у меня есть сын, чье имя Мишал. Я ростом таким-то, я веселый, трудолюбивый, легкий путь до земли парень, который пользуется жизнью в полной мере. Я трачу свои ловушки, время просмотра фильмов, плаванье и чтение, поэтому расскажите мне о себе. Это один из примеров. Смотрите, вот еще один такой аферист пишет. Смотрите, как у них прям одинаково, одно к одному. Меня зовут генерал-майор Джеффри Фокс из американской армии. Я из Атланты, Джорджия, США. Я старший офицер американской армии. В настоящее время в Гератте, Афганистан. Вы посмотрите, как и тот в Афганистане, и тот в Афганистане. И тот, посмотрите, военный, и этот военный. И этот со штатов Америки, и тот со Соединенных Штатов Америки. Дальше, смотрите. Поддерживаю мир. Я был в Афганистане в течение 6 месяцев, но я был в 13-летнем возрасте. Я окончил среднюю школу какую-то там и получил свою комиссию после окончания Академии Армии США. Я также имею степень магистра делового администрирования в Университете Джорджия. Написано абсолютно с ошибками все. Вашингтона. Мой вес такой-то, высота такая-то, мой цвет глаз синий. Я регулярно выполняю упражнения из-за характера моей работы, чтобы поддержать форму. Я ему пишу, молодец. Он пишет мне, я сирота, я выросла в доме-интернате, мне было одиноко, и мне нужно поговорить с кем-то, чтобы стереть мою грусть. Поэтому я решил поговорить. Я наткнулся на ваш профиль, поэтому я решил поздороваться. И я был удивлен, когда вы ответили. Надеюсь, вы не обиделись на это. И так далее. Я вам сразу говорю, милые девушки, работают на сайте аферисты. Они все как будто бы из Соединенных Штатов Америки. Они как будто там все сироты, и как будто бы солдаты. На самом деле, даже была уже передача, неоднократно говорили, и все равно девочки молоденькие попадаются на эту ловушку. Даже женщины, которым уже по 50, по 60 лет, и все равно попадаются на эти уловки этих аферистов. Послушайте меня внимательно. Если вы получаете такие письма, но если ради прикола просто похохотать над вот этим, вот я даже не знаю, как назвать, просто не хочу даже на своем канале называть этих людей плохими словами. Вот. Если просто поприкалываться с ним, пообщаться, пожалуйста, ну ни в коем случае не ведитесь. Я знаю, даже у меня среди знакомых, которые начинают высылать им деньги, они пишут, значит, эти вот аферисты, потом, значит, сближаются, узнают вашу почту, еще там, где вы живете, вы все про себя рассказываете, душу им все открываете. А потом они таким образом говорят, я там еду к тебе, у меня чемодан денег, но вот я не могу, на таможне меня остановили, вышли мне, пожалуйста, 100 тысяч, 200, 300, 500, там уже женщины отдают и 800 тысяч рублей, там миллионы целые ему присылают, чтобы он вот с этим чемоданом, с этим ящиком денег приехал к ним, на белом коне прискакал, понимаете, и была любовь и счастье. Не верьте, такого нет, не бывает, если вы нужны мужчине, он сам приедет, познакомится, и вообще интернете эти, честно говоря, да, в интернете можно познакомиться, но если вы больше месяца в интернете сидите и общаетесь, и человек не идет на тактильный контакт, то есть не хочет с вами вообще встретиться, потрогать вас хотя бы за руку, поцеловать щечку, подарить вам букет цветов, отвести куда-то в кафе, забудьте все, это уже аферист какой-то, может быть это какой-то маньяк там сидит, может какой-то урод деградированный просто сидит, понимаете, а картинку, фото совершенно другое. Сразу вызывайте этих мужчин в скайп, давай в скайпе поговорим, я вот этим вот двум, извиняюсь, мудакам, просто написала, давай, я сейчас прилечу, пиши адрес, я сейчас к тебе прилечу. Ну на что они, конечно же, ой, мы сейчас в Афганистане, никак не увидятся, то им надо сначала развести женщину, а потом уже влюбить ее в себя, всякими словами распрекрасными. Женщины наши, как, сразу ушами послушают дурочки, ой, американец, он меня, наверное, заберет, и солдаты, и бедные несчастные сирота, все, и кинулись в омут куда-то. Да не слушайте вы никого, и не верьте вы никому, не будьте вы такими легковерными, а уж тем более, чтобы на мужика деньги тратить, да забудьте вы, мы живем в Российской Федерации, и издревле в Руси как было, мужчина-добытчик приносит деньги в дом, а женщина их тратит. Чтобы мужику деньги у женщины просил, да что это за альфонсы какие-то непонятные, забейте и забудьте, мужчина должен зарабатывать сам, и давать деньги женщине, и тратить на женщину деньги. Если уже, почему Бог создал женщину и мужчину, ну не просто же у нас в трусах все по-разному, ну вот извините, простите, женщина должна рожать, должна сидеть дома, убирать, стирать, да, у нас сейчас пошло, женщина начинает зарабатывать больше мужчин, уже берут под свое крыло, обеспечивают полностью, ради Бога, если двоих так устраивает, пусть это так и будет, но вот на таких вот аферистов, ну не ведитесь, девочки, умоляю вас, просто вот умоляю, не ведитесь на этих вот аферюк просто. Ну вот это практически все, что я хотела сказать в этом выпуске, ну если хотите, давайте вот сейчас у меня карты ангелов лежат на столе, давайте, раз уж такое дело пошло, я просто даже не думала, ну давайте, знаете как, сейчас мы сделаем 4 варианта ответа, карты ангелов нам подскажут, все те, кто сейчас сидят в сети, и все, кто знакомятся в сети, и 4 камешка мы с вами давайте возьмем, 4 варианта, карты ангелов вам посылают, хотя, конечно, карты ангелов, они всегда все хорошее говорят, но все-таки, давайте посмотрим, что карты ангелов вам говорят по вашему поводу, интернет, знакомство, выберите каждый камешек, если у вас там несколько женихов в интернете, поставьте на каждый камешек, и мы с вами посмотрим, что карты ангелов вам скажут по этому поводу, Но лично я, я, конечно, не ангел, и поэтому я человек простой, обыкновенный, я вам настоятельно рекомендую, если вы сидите в сети и знакомитесь, впрочем, как и юноши, если сидят в сети и знакомятся с девочками, приглашайте сразу, начинайте общаться вживую. Если больше месяца вы общаетесь, и человек не идет на контакт, все, забейте на него и ищите другого, вот это однозначно. Ну, давайте все-таки узнаем, что карты ангелов вам скажут, а карты ангелов всегда говорят хорошие. Итак, на первый камешек, второй, третий и четвертый. Итак, все, кто загадал на камешек азурит синий у вас, не сдавайтесь. Вот такая карта, я зачитаю вам сейчас ее содержание. Ваши молитвы услышаны. Мы с самого начала работаем вместе с вами на сложившейся ситуации и продолжаем наблюдать за вами и за всеми, кто в нее вовлечен. Оставайтесь на выбранном пути и действительно многого достигнете. Ну, что ж, вот этот камешек, кто выбрал, это значит какие-то перспективы в вашем общении, возможно, и есть в интернете. Ну, вот так вот этот камень, да. Посмотрим, кто загадал на второй камешек. Хризопрас зелененький. Время заката. Время заката, и я сейчас прочитаю вам содержание. Солнце входит и заходит каждый день. То же самое относится к событиям в вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла. И знайте, что завтра будет новый восход. Конец – это всегда начало чего-то нового. И мы остаемся рядом с вами на всех этапах ваших жизненных путей. Смотрите, этот камень, время заката, все, прекращайте сейчас же переписки в интернет с этим молодым человеком. Эта карта говорит, что у вас ждет новое знакомство. Все, вот про этого все. Давайте вот так. Те, которые хорошие, мы чуть-чуть поближе будем. А те, которые надо отношения уже заканчивать в интернет-переписке, все, мы туда будем убирать подальше. Итак, красный камешек у нас, красная яшма. Посмотрите, кто загадал на красную яшму. Смотрим. Возможность простить. Смотрите, вот такая карта. Я зачитаю вам сейчас ее содержание. Данная ситуация содержит в себе благоприятную возможность и исцелиться, вырасти над собой и очиститься от негатива. Старайтесь увидеть в другом человеке внутренний божественный свет и доброту. Это позволит вам избавиться от негативных мыслей и эмоций. Вознеситесь на новый уровень душевного покоя и сочувствия. Ну, вот такая вот карта, возможность простить. Видите, здесь написано, чтобы вы постарались увидеть в другом человеке внутренний какой-то, может быть, божественный свет. Может быть, наверное, вы не серьезно относитесь к этому человеку. Но вот карта ангелов все-таки советует вам присмотреться к этому человеку. Возможно, даже что-то получится из этой ситуации. Смотрите, вот эту вот карту давайте поближе мы положим, потому что все-таки я считаю, что это возможность дальнейших отношений по этой карте есть. И последний камешек по интернету посмотрим, что у нас здесь. Это голубой агат у нас. Терпимость. Терпимость. Я прочитаю сейчас содержание. Смотрите на себя и на других глазами ангелов с безоговорочной любовью и терпимостью. Таким образом, вы воодушевляете людей и помогаете им реализовать свой потенциал. Ну что, по этой карте я вам могу сказать так. Если вы готовы терпеть всю жизнь вот этого вот или зануду, или непонятно кого, терпите. А если вам хочется легких, спокойных, нормальных, простых отношений, то не терпите, а ищите другого. Я эту карту оставляю посередке, потому что здесь ваш выбор 50 на 50. Карты ангелов, они всегда говорят, надо терпеть. Ну вот я простой человек, смертный, и я не хочу, чтобы вы свою драгоценную жизнь тратили на какие-то терпения. Ну, в конце концов, все мы люди, мы живые, мы хотим счастья, мы хотим любви, хотим путешествовать, ездить. Да все, все обыкновенные, нормальные желания. Поэтому, ну что смысл терпеть? Вот, например, на мой характер я бы не терпела, я бы от такого человека ушла. Вот честно говорю. А вы, смотрите, нравится терпеть? Оставайтесь. Вот такой вот был небольшой расклад карт ангелов, мои советы. Я надеюсь, кому-то они помогли, кому-то они были просто интересны. Пишите, я вас всех очень люблю, обнимаю. И еще раз повторяю, не ведитесь на провокации, не поддавайтесь на аферисты. Аферисты так могут вообще голову заморочить. Не приведи Господь. Все, люблю вас всех, обнимаю и желаю всего самого наилучшего в мире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.